Комментарии Игнатия Тихоновича Лапкина на толкование Блаженного Фифилакта на Новый Завет, часть 22. Толкование на Деяния 19, 25, 27. «Если, как он говорит, человек, этот Павел так силен, что есть опасность, как бы он и всех не обратил, и если от него грозит опасность тому, кто принадлежит богам, то следует подумать о том, каков же его бог». Комментарии Игнатия Лапкина. «Причина успеха апостола Павла была в том, что он был истинно сосудом Духа Святого, был трубой Духа Святого, который разжег его любовью ко Христу. Поэтому проповедь лилась из его уста рекою, и целые страны двинулись за ним. Если сегодня нет проповеди, нет послушания Духу Святому, посылающему на проповедь всех верующих христиан, то будет ли языческий мир опасаться, как бы их всех не обратили? Сегодня опасность заключается в противоположном. Так как в православной церкви нет вдохновенных истинных миссионеров, и проповедь не стоит на первом месте, то вполне приходится опасаться, как бы не растирали всех, кто еще приходит в храмы, ничего не понимая в вере Христовой в Священном Писании. Храмы все более пустеют, а сектанты наполняют многотысячные стадионы, обращенных ими в ересь. Толкование на деяния 27.8 «И ночью не успокаивался Павел, но беседовал тогда более, так как было досужное время. Посмотри, как долго говорил он даже после ужина». Комментарий Игнатия Лапкина Разве православные патриархи, архиереи и священники никогда не читали этих мест Писания? Разве они никогда не держали в руках это толкование блаженного Феофилакта? Почему же они не хотят подражать проповеднику из Тарса? Почему же они сделались такими недосягаемыми, такими далекими даже в обыденной жизни, умышленно отделяясь от народа своим чванством, снобизмом, недоступностью? Много ли случаев было на Руси за тысячу лет, когда патриархи и архиереи были в домах своих прихожан, ночевали и ужинали с ними? И не просто посетили, но беседовал тогда более и даже после ужина. Сегодня это выглядит так. Поездка патриарха по стране, совершается всюду им литургия, подходят все под благословения. И ни с одним, никогда из прихожан патриарх не договаривается, что будет ночевать у него дома. Его охраняет высококлассная охрана КГБ. И он уезжает на Крайкомовскую дачу. Каким бы ни был высоким саном и эпитетами награжден патриарх, но все-таки он не выше апостола. Будь бы и так, но если бы он там, на шикарной Крайкомовской даче, проповедовал о Христе, беседовал тогда более и даже после ужина, когда приезжает архиерей в один из городов или сел своей епархии, то он останавливается только у благочинного и настоятеля. И он недоступен для простых овец почти как патриарх, почти как первый секретарь Крайкома партии и даже более. Но пусть бы и так. Если они не могут быть иными, пусть бы и так, как всегда, многочасовые застолья с обильными возлияниями, красиво жить не запретишь. Но пусть бы он беседовал тогда более и даже после ужина. Часто ли священники, выезжая в подчиненные им приходы, останавливаются у простых овец? Бывают ли у них эти счастливые часы воистину святые и апостольские, чтобы они собирали своих прихожан, за которых нужно отвечать своей душою и целой вечностью, когда они в простоте сердца? Доступные, родные и близкие сидят за одним столом, открывают священное писание, вникают в таинственный смысл божественных откровений и вместе благодарят Бога о том, какие они счастливые, что Бог дал им радость быть именно православными, у которых есть великое сокровище вселенских и поместных соборов, у которых есть славные предшественники, святые отцы и их труды, и что у них есть чудное толкование блаженного феофилакта. Многие ли священники, вернувшись из поездки домой, могут с душевной радостью и просветленным лицом со слезами сказать, что, цитата, «я был там-то и беседовал тогда более и даже после ужина». Толкование на Деяния 20, 25, 27 «Значит, кто не говорит всей воле Божией, тот виновен в крови, то есть в убийстве. По-видимому, оправдываясь, он, однако же, заставляет их остерегаться». Комментарий Игнатия Лапкина «Это место писания и толкования всем священнослужителям и мирянам нужно заучить наизусть. Всю волю Божию может возвещать только тот, кто читает постоянно Библию и знает ее». Толкование на Деяния 20, 32, 34 «Но обрати внимание на то, что трудился человек, который постоянно беседовал и днем, и ночью». Комментарий Игнатия Лапкина «Безбожные вожди говорят, что человек – это стадное животное, а когда говорят о животных, то называют их бессловесными». «Идет архиерейское богослужение, задействованы все пять органов чувств, но Слово Божие отдает первенство, предпочтение слуху и только слуху». Римлянам 10, 17 «Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия». «Выходит, архиерей и сон духовенства выходят молча. Молча становятся в установленном порядке по ранжиру, специально построенные для них загородки в центре храма. Они даже физически полностью отделены от народа. Молча стоят, и молча торжественные, недосягаемые, скрываются в алтаре в кадильном дыму, как в туманной доли. Посторонние люди, приходящие в храм, спрашивают, «Они что у вас, глухонемые, не умеют разговаривать?» Апостол же Павел постоянно беседовал и днем, и ночью. Иногда это молчание украшается тем, что на патриархии, архиереи, молодые и крепкие в кавычках проповедники и подьяканные чтецы застегивают пуговички, подносят расческу и мувальницу, засупонивают коня на битву. И нас спрашивают, что, они сами одеваться не умеют? Апостол же Павел постоянно беседовал и днем, и ночью. Так будем ли мы подражать апостолу, или же как на сцене будем держаться этого придуманного людьми обряда и ритуала, ничего не меняя в этом репертуаре? «Господи, пошли истинных делателей земли русской, чтобы они любили народ Твой, проповедовали ему слово евангельское и постоянно беседовали с народом на основании священного писания во славу Божию и днем, и ночью». Деяние 20.35 «Я показал вам самым делом, что нужно трудиться и памятовать это слово Господа Иисуса». Комментарий Игнатия Лапкина Эти слова как будто совершенно неизвестны сегодня, и в первую очередь монашествующим и священнослужителям. Верующие должны питать своих наставников, и апостол Павел поясняет, каких именно. 1 Тимофею 5.17 «Достойно начальствующим пресвятерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении». 1 Коринфянам 9.11 «Если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, если пожнем вас телесно?» Питаясь за счет пасомых, пастыри должны ежедневно повторять эти слова Господа. Блажение давать, нежели принимать. Принимать умеют и принимают как достойное, забывая, что должны давать, и давать превосходящее, более того, что принимают, то есть духовное. То есть непрерывно проповедовать и питать души пасомых, чтобы кормящие их овцы сами были сыты и ухожены. Памятовать это слово Господа Иисуса. Иначе им имя будет не пастыри, а тунеядцы и дармоеды. Толкование на деяния 21.24.25 «Как мы заповедуем язычникам, хотя проповедуем иудеям, так и ты содействуй нам, хотя проповедуешь язычникам. Не бойся, дело снисхождений». Толкование на деяния 22.1.2 «Видишь, как подействовало на них то, что он говорил одним с ними языком. Они имели некоторого рода уважения к этому языку». Комментарий Игнатия Лапкина «Вот то, чему нужно учить в семинариях и академиях. И, быть может, это единственно нужное. Господь послал нас во враждебный мир и обещал не мерую дать Духа Святого, умножая наши таланты. Он не дал ни одного кадила апостолам, не насыпал им угли в котонку, не дал по пачке свечей. Пусть это все необходимо, но как это могло стать главным? Как можно обратить человека, пользуясь не тем оружием, которое дал Господь? Нужно знать Библию и состояние тех, кому проповедуешь, и их уровень развития. Господь разговаривает с людьми, применяясь к их понятиям». Толкование на Деяния 23.6.8 «Писание людей некнижных и рыбарей не следует измерять мерою изящной внешней отделки, какую отличаются сочинения писателей-специалистов от этого рождаются ереси». Комментарий Игнатия Лапкина. К данному изречению блаженного Феофилакта на протяжении прошедшей тысячи лет сколько некнижных людей прислонилось и утешилось. Апостол Павел подтверждает 1 Коринфянам 1.26. «Посмотрите, братья, кто вы призванные, немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных». Со стороны книжных и ученых людей исходит мнение, что им, грамотным и мудрецам, ученым мужам, открыто многое, и они могут богословствовать в изящной форме. Но Господь иногда посрамляет и мудрых совершенно незнатными людьми, как это мы видим в житиях святых. Очень часто человеческая мудрость, человеческие знания убивают духовное, просветленное, и остается одна надменность, кичливость, превозношение, снобизм. Блаженный Иероним восхищался Цицероном, изящностью его слога по сравнению с непривлекательным и грубым слогом Библии. Как доказать такому грамотному, защитившему диссертацию, профессору богословия, что он не прав? Какие действенные методы есть у Бога, чтобы укротить человеческую гордыню? Оказалось, только один способ. Бог посылает ангела, который истязает его плетью и наставляет на путь истинный. Память 15 июня. Желающие привлечь людей на сторону Христа спрашивают, какой самый доступный и простой нужно избрать в беседе с людьми, прямо читать им Библию или пересказывать содержание своими словами. На основе сорокалетнего опыта отвечаю. Только на основании Библии и в первую очередь Евангелия, цитируя и еще лучше читая вместе с собеседником, прося его кое-что заучить наизусть с точным запоминанием названия книги главы и стиха. И только после этого разъяснять по толкованию святых отцов простыми и ясными словами, близкими к словам священного Писания. Подавляющее число ереси в Церкви Христовой в продолжении 20-ти столетий исходили от людей грамотных, изящных в словесности. Цитата. Писание людей некнижных и рыбарей не следует измерять мерою изящной внешней отделки. Какою отличаются сочинения писателей-специалистов? От этого рождаются ереси. Толкование на деяния 24.10.15 Когда после призвания быть христовым апостолом Павел говорит, что он служит отеческому Богу, то он показывает этим, что Бог Ветхого и Нового Заветов один и тот же. Путем же называет веру или предание. Толкование на деяния 25.1.12 Вот ясное и открытое показание. Я, говорит Павел, соблюл себя чистым во всем. Не согрешил ни против Бога, ни против закона, ни против человека, ни против церкви, храма. То есть я никогда не бесчестил храмов иудейских, построенных из камней, хотя знаю и проповедую, что Бог живет не в рукотворенных храмах. Также никогда не оскорблял совести иудеев поношением их иерея, хотя более уже не внемлю и архиереям иудейским. Комментарий Игнатия Лапкина. Проповедник должен очень много знать и постоянно учиться. В первую очередь исключительно хорошо знать Священное Писание, то есть Ветхий Завет и Новый Завет почти на память. И исключительно хорошо знать толкование Священного Писания по Святым Отцам. И лучше всего запомнить толкование по Блаженному Феофилакту. Очень хорошо знать все каноны Вселенских и Поместных Соборов и Святых Отцов. Разбираться во всех современных религиях и особенно тех, с представителями которых приходится беседовать. Быть в курсе основных мировых событий и знать их трактовку по Священному Писанию. Для отъезжающего на миссионерский труд нужно быть хорошим врачом, земледельцем, строителем и портным. И только после этого, если не вслух, то перед Богом ты можешь сказать относительно своей проповеди. Знаю и проповедую. Не случайно во времена, когда молодой Савл сидел у ног Гамалиила, в тогдашнем университете изучалась одна дисциплина – богословие. Если они проходили какое-либо местописание, где духовное сравнивается с видимым, телесным, то это телесное ученик должен был знать так, как знает учитель. Псалом 88, 38. «Вовек будет тверд, как луна, и верный свидетель на небесах». Чтоб узнать твердость луны, человечество потратило 3000 лет, прежде чем получило образцы лунной поверхности. И теперь мы можем подтвердить верность Божию, верность в Его обетованиях и относительно нашего спасения. Оно твердо, как луна. Изучив это, ты можешь сказать «Знаю и проповедую». «И так во всяком деле». Конец 22 части. «Знаю и заповедую». Продолжение следует...